Прости, небесное создание, что я нарушил твой панк. Привет, привет, привет. Прости, москрасно, не отвергай признания. Здравствуйте, Хасам Игоревич. Отлично, приветствую тебя сердечно и всех участников Школы Человек-будущего «Хомофутурус». Это наш Михаил Ефимов. Он, конечно, и поет, он, конечно, и психолог, он, конечно, и специалист по методу «Ключ», и он, конечно, в самых разных областях гораздо междисциплинарник, как и я. И поэтому у него есть определенные успехи, и вы можете свободно спрашивать, чем он занимается и так далее. А вот насчет песни, Миша, я хотел тебе сказать. Я сейчас вспомнил, я же дружил с человеком, который пел, помнишь, народный артист СССР Гуляев, который пел там для космонавтов, пел для всех, там, пел вот эту фразу «И поехали» сказал про Гагарина. Он взмахнул рукой, слава вдоль по Питерской, Питерской, проявился над землей. Вот она. Так, когда я у него был дома, у него был портрет Лемешева. Лемешева. Он говорит, я встречался с Лемешевым. Да, очень интересно. Такое интересное. Я ему задал один вопрос такой. Я говорю, Юр, ты вот скажи мне, вот когда ты уже находишься в таком любимом народе месте, когда ты уже в таком, ну, сейчас бы сказали, бренде, да? Ну, это были те годы, когда бренцово не произносилось. Как там удержаться тебе, легко или трудно? Как там людям? Он говорит, да главное туда попасть. И там потом автоматом держишься. Да, очень интересный человек был, кстати говоря. Меня с ним Валерий Аграновский познакомил. Брат которого писал «Брежневу землю». А сам Аграновский известнейший журналист был, который про меня в книжке написал первый визит к экстасет. Я там был экспертом по поводу Джуны Давида Швили. Я там говорил о том, как я думал по этому поводу. Ну, ладно, мы немножко отвлеклись. Я хотел тебя спросить. Я сейчас сделал выпуски о том, что, как у Канта сказано, «Звезды над нами и нравственный закон внутри нас». Я все время пытался ответить на этот вопрос. Как так получилось? Что вот звезды, Вселенная, законы, природы, и откуда у нас взялась совесть, например? Ну, как Толстой говорил, среди разнообразия всех явлений единственный компас, который нам помогает понять, что правильно, что неправильно – это совесть. Вот откуда взялась совесть? Как ты думаешь? Ну, я смотрел ваши предыдущие ролики. Спасибо. Да, у меня другой подход. Я с позиций социальных подойду. Есть такая штука в психологии, интериоризация называется. Ну, то есть погружение внутрь. Вот как у Канта почти «Вещь в себе». Сначала была вовне, а потом в себе стала. Кстати, это я вру. У Канта «Вещь в себе» – это совершенно другое понятие. Это так, я метафору. Ты потом поговоришь даже в ролике о Канте, если хочешь. То есть вот в детстве нас за что-то порицают, за что-то одобряют. И потом получается, что в конце концов мы вот в себя уже это принимаем. Вот эта интериоризация произошла. И вот эта социальная оценка уже внутри нас. Вот я вижу, вам не очень такой подход нравится. Мне нравится у тебя такой атеистический подход. с точки зрения общественного устройства и человека. Я вообще, знаешь, очень много встречаю людей, атеистов и верующих, и людей, которые хотят разобраться. Мой друг очень большой, который был первосвященник, который создал церковь международную, я его спросил, зачем ты это сделал? Он говорит, потому что много вопросов у молодых возникает, а в текущий момент в это время церковь на них не отвечает. Поэтому я хотел, чтобы люди могли задавать вопросы. Ну, у него такая была точка зрения. Я не против никаких церквей, я, боже упаси, не против никаких религий, потому что я изучаю древнеиндийскую философию, и там есть много школ, там есть школы, где есть Бог, и там есть школы, где нету Бога. Там много разных школ, например, древнеиндийской философии, а это тысячелетняя история. Я к чему это говорю? Я все-таки думаю, что когда говорят, что думать – это грех, задавать вопросы – это грех, это не нормальные люди так говорят. Ну, как это можно не думать? Как это можно не задавать вопросы? Какой бы области это ни было. Хотя мне один человек сказал, если ты хочешь, чтобы у тебя было все в порядке, ты его не трогай, и его не трогай. А я говорю, кого это их? Он говорит, ну, тот, который на самом верху, а тот, который пониже. Их, говорит, не трогай никогда, и у тебя все будет в порядке. Такой был юворист, но он говорит… Да, еще чуть-чуть пониже тоже не трогай. Тоже не трогай, да-да. Короче говоря, ты сиди, скукоженный, и выполняй. Да-да-да. Все будет окей. И все будет окей. Вот нам сказали, что кофе надо говорить, кофе – он. И мы все говорили – он. А потом сказали, оказывается, можно говорить – оно. И мы стали все говорить – оно. Нам говорили раньше – спасибо. И мы все говорили – спасибо. Потом кто-то добрендился. Я фигурально говорю. Все понимают, что я шутник. Что надо говорить – благодарю, а не спасибо. И все стали в этом модном тренде говорить – благодарю, благодарю. Хотя спасибо на самом деле, ничего плохого в этом спасибо нет, потому что это подразумевается в чувством благодарности. И ты говоришь – спаси тебя Бог. Это спасибо. То же самое – благодарю. Ну, это легче переносится, потому что, короче, я, например, говорю – спасибо. Кто-то говорит – благодарю. Ну, если говорить об этимологии слова, это говорят психолингвисты должны изучать эту проблему. Они вот так сразу покорятся, кому кто-то сказал, ему так понравилось, и он начал всех агитировать, потому что он более популярное лицо там в интернете по разным причинам. Я к чему это говорю? Чтобы люди сохраняли здравый смысл и разум, и не подчинялись ни авторитетам, ни кумирам, потому что сказано было – не сотвори себе кумира. Правильно? А у тебя кошка. А ты кошка пришла, да. Она ушла уже. А как зовут кошку? Ой, у нее много имен. Ее кто хим назовет, кто черная. Вот я черная ее зову просто. А черная. Да, я понял. Черная субстанция. У меня, видишь, девушка, она не черная, а глазки черненькие. Здесь у нее бантик там, ну, плохо виден, но неважно. Я хотел посоветоваться, но я не с тобой, потому что ты больше музыкант. Полезный. А, музыкант. У каждого, видишь, у кого какой вкус, у тебя способности более раскрыты в области гармонии музыки. У кого-то больше в цвете. Вот у кого в цвете, например, могут же мне подсказать, волосы хорошие здесь или нет? Может быть, слишком желтые. Ну, подскажите, друзья. Миша, я тебя несколько раз перебил. Сейчас я тебе задам один вопрос и буду молчать и слушать. Да, но я могу про кофе еще заранее добавить. Что кофе, ну, это не я придумал тоже, но думаешь, что он там попробовал оно. Оно, оно. Нормально, нормально. Слушай, я хотел спросить. Вот Архимед. Потом, значит, кто у нас в ванне воскликнул? Эврика. А потом, кто у нас воскликнул, когда яблоко упало? Тоже открытие, изобретение. Он не воскликнул, это Исаак Ньютон, который сначала был Ньютоном, а потом стал Ньютоном. Ньютон – это когда яблоко упало, так? Угу. А в ванне Архимед, да? Архимед. Так вот, мне кажется, он воскликнул в ванне не только потому, что там подъемная сила воды его немножко, а еще и потому, что тепло воды. Поэтому я подумал. Наверное, он все время думал об этом вопросе, и у него уже от напряжения застойного было такое парабиотическое состояние мозга. Когда он расслабился, у него эврика произошла. Я, например, знаю, как озаряться по заказу. Вот он озарился, когда в теплой воде лежал, эврика. А тот, когда яблоко упало, тоже открыл закон. А я знаю, как озаряться по определенному алгоритму. Я потом скажу об этом. Чтобы можно было делать изобретения, я каждый вечер делаю уникальные контенты. И у меня столько изобретений, но огромное количество. У меня даже есть приборы, которые я изобретал, которые на уровне экспериментальных образцов я оставил, потому что дальше надо было делать образец уже другого уровня, потом надо было уже промышленный образец. Вся эта иерархия работ должна была сопровождаться документацией. Ну, я поэтому только на способы два патента сделала. Изобретение у меня мозга. И я говорю о том, что каждый человек по природе творец. Ты говоришь о том, что общественное у него запечаталось, и поэтому он понимает, что хорошо, что плохо. А я говорю не только потому, что родители за что-то хвалили и за что-то ругали, у него совесть появилась, как ориентир какой-то выбора, а еще и потому, что природа, у него генотип, у него все стадии предшествующих эволюции являются тем потенциалом, который позволяет человеку в моменте или в ванне, или после каких-то сильных напряжений говорить Эврика. То есть, чтобы озарение было. Вот я хочу спросить у всех участников школы «Человек будущего» хомофутуруса. Напишите, пожалуйста, когда у вас происходит озарение, и мы все вместе создадим уникальный алгоритм для всех, которые еще не знают, как изобретать, как создавать контенты, как выдумывать уникальные вещи и получить свое место под солнцем. Потому что вот эти вот ИИ, которые сейчас начинают электронные и всякие прочие, вытеснять человека из рабочих мест, а когда человек будет этим заниматься, его никакой ИИ не вытеснет, потому что только человек делает открытие, только человек создает такие вещи. И поэтому развитие творческого, креативного, изобретательского мышления, поэтому наша школа называется «Школа Человек будущего». Вот интересно. И одновременно называется «Школа человечности», потому что «Звезды над нами» и «Нравственный закон внутри нас». Я замолкаю, как обещал, поэтому, Миша, что ты думаешь по этому поводу? А я хочу вспомнить один психологический эксперимент. Я вот совершенно не помню, кто его проводил, даже в какой стране не помню. Но эксперимент был с детьми. В общем, детям строго запретили, ну, там группа детей была, им строго запретили брать конфеты со стола. И после этого все взрослые вышли, но детям невдомек, что все пишется на камеру. И потом, естественно, все они взяли эти конфеты, на столе осталось очень мало. И потом начался сам эксперимент. Одних детей наказали довольно сурово за это, а других детей наказали, ну, так, чуть-чуть. Чуть-чуть пожурили слегка. И в первой группе, которую наказывали всерьез, потом, когда эксперимент повторили, ну, когда ситуация была такая, что точно их никто увидеть не может, никаких камер, ничего нет. Вот эти жестоко наказанные в первый раз, все конфеты снова разобрали. А вот те, которых слегка пожурили, для которых наказание было мягкое, конфеты не взяли. То есть, первые боятся внешнего наказания. Как только внешнее наказание исчезло, внутри-то нет ничего. А вторые как раз это впитали в себя внутрь. Вот так происходит. Это родителям на заметку. Кто любит жестокие наказания, успеха у вас не будет. Дети будут делать то, что вы хотите, но только до тех пор, пока они уверены в том, что вы видите, что вы узнаете, что любая ложь раскроется, пока они верят в это. Потом, когда они будут знать, что есть какая-то ложь, которая не раскроется, или которая раскроется лет через 20. У меня есть такое, я родителям говорил, через 20 лет, естественно, никакого там наказания не было. Что используйте? Если вы вообще хотите использовать наказание, используйте мягкие наказания. Тогда это будет внутреннее содержание уже вашего ребенка. Вот те правила, которые вы хотите насадить с помощью. Миша, вот когда мы с тобой отдельно разговаривали, там по случаю в интернете, ты говорил о каком-то, о какой-то у тебя случае в жизни был какой-то. Расскажи этот случай, который с детьми как-то был связан. Ну, тут это касается осознания, это по-другому совершенно с вами. Да, 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 по другому поводу, но осознание это очень важно, когда осознаешь что-то, и вот потом наступает блаженство, потом еще что-то наступает. Я столкнулся совсем с другим случаем. Нам надо было лететь на гастроли, и я сидел на репетиции, вот я сижу на репетиции, и чувствую тревогу, вот какая-то вот тревога такая, неострая такая, ноющая тревога. Что это? Почему это? Вроде самолетов никогда не боялся. Неужели я начал бояться самолетов? В это время мы что-то там исполняем, музыка идет, и вдруг доходит до меня, вот доходит. Как же так? У ребенка нет ключей. Он должен прийти из музыкальной школы домой, у него нет ключей. Я улетаю на полторы недели в другую страну. Звоню ему по телефону в перерыве, он не берет трубку. Ну, видимо, у него занятие в музыкальной школе. Вот ситуация, да. Вот ситуация, да. То есть вот оно, осознание. Ну, в конце концов, мы созвонились, договорились. Уже времени это было много. Он приехал прямо в аэропорт за ключами, при этом он проехал с Зайцем на автобусе, у него денег не было. Все деньги-то в квартире. Ему 10 лет. И он приехал из Пушкина в аэропорт Пулково. Это очень так серьезно. Взял у меня эти ключи, взял деньги на проезд, поехал обратно. Так это я к тому, что осознание, это многие психотерапевты про это осознание говорят, но они оставляют за скобками то, что это не конец пути, это не то, что мы достигли, и все. Нет, это первый шаг только к активным действиям, вот как у меня был. И никакого облегчения, естественно, он не принес. Наконец-то я понял, в чем дело, думаю, о, что теперь делать-то? И по телефону еще не отвечать, да боже ты мой. Ты хочешь сказать, что когда ты осознал вот эту ситуацию, что надо что-то сделать, я, например, раньше говорил, когда человек вдруг что-то понял, у него происходит вот такое, ну, такое ощущение удовлетворения, которое называется даже экстазом, вот понял, то есть какие-то пазлы сошлись, а ты говоришь о том, что это осознание, это понимание чего-то, может быть, только первым шагом к каким-то действиям, а не сразу выдавать вот этот механизм эндорфинного взрыва после сильного... Вот именно об этом я и говорю. Представьте себе, если бы нашелся рядом человек, который меня успокоил бы в то время, я улетел бы в самолете на несколько дней, на полторы недели мы летели. Ну, это очень хорошее замечание у тебя, замечательное, спасибо. Потому что я-то говорил о чем, что вот ученый, например, когда он долго бьется над какой-то проблемой, а у него ум сосредоточен. И когда он вдруг нашел решение, у него происходит переход на другой энергетический уровень и освобождается энергия, которая раньше затрачивалась на поиск решения, вдруг у него все согласовалось, а согласование психических процессов, физиологических процессов вызывает создание целостности и уже энергия не идет на выживание, на создание целостности, которая должна быть, а освобождается. И оно сопровождается вот этим фонтаном свободной энергии. Это Чехсен Михаил говорил тоже о том, что люди, которые заняты любимым делом, будь то певец, будь то штангист, будь то художник, неважно, когда он занимается любимым делом, он чувствует вот этот экстаз, ради чего, собственно говоря, и живет. Потому что, когда он занимается любимым делом, бытовые проблемы, которые раньше его доставали, вот эта рутина, у него прокручивается в голове, а он любимым делом занимается и их прокручивает, но уже на другом уровне, на уровне автоматизма. И там он вдруг понимает, чего они того стоят. У него происходит переоценка ценностей, ему уже все равно, кто наступил ему в трамвае на сандаль. И, короче говоря, кто занимается любимым делом, чувствует иногда вот эти восторги, потому что он там и осознает некоторые вещи, о которых раньше думал, но никак понять не мог, как это сложить что-то. И вдруг бах, и озарение. Вот видишь, как-то у нас сегодня интересно получается в сторону Архимеда, в сторону вот этих изобретателей по существу, получается размышления, в каких случаях. Я повторю еще раз вопрос. Друзья, пожалуйста, напишите в комментах, как же все-таки получается, что звезды над нами и нравственный закон внутри нас, решая, какой вопрос, вот такой, смотрите, это вопрос такого уровня о Вселенной, законе природы, а это вопрос такой нравственного уровня. Вот как решая вот эти два противоположных по уровням вопросы, как сложнейший вопрос вообще, сложнейший вопрос, именно напрягаясь его решить, если вы несколько раз пытаетесь подумать о таком сложнейшем вопросе, потом в какой-то момент я, например, брился, вода тепленькая, бреешься, повторяемые движения, потом, значит, умываешься, теплая вода, потом холодный там это самое, полоскаешься, и вдруг раз, иди я. Вот как интересно получается, смена, смена температурных режимов, смена уровня напряжение, расслабление, а повторяемые движения снимают напряжение, а в сильной пике напряжения может быть застой, как засада такая, где формируется доминанта наша, и получается зависание, и поэтому, ну, очень много-много-много чего, но как быть, школа-то у нас выдающаяся, тут такие вопросы обсуждаем, которые нигде не обсуждают, и поэтому, друзья, пишите комменты, Миша, тебе огромное спасибо, ты готов к следующей встрече, что мы еще через несколько раз будем? Да, я эту встречу закончу, все-таки про звезды мы тут поговорили, лирика сплошная, про нравственность, про любовь осталось только, да? Да, давай. Теперь мне любовь дают в жизни отрагу, а без нее в душе лишь сумрак хладный, власть блеск и почести все в мире тленно, любовь одна царит во всей вселенной. Отлично! Слушай, на то, в следующий раз, пожалуйста, расскажи всем про батут, как ты прыгаешь и делаешь там такие невероятные вещи и про кувалду, но это не та кувалда, которая просто слово кувалда сейчас напугает, а мы политикой никогда не занимаемся, мы ничем не занимаемся, мы занимаемся советами, как развить у себя творческое начало, как решать проблемы, которые вас угнетают, чтобы вы могли, используя приемы метода ключа, быстрее найти решение. Да, Миша? Про батут расскажешь? Про все расскажу, но по частям. По частям. Спасибо, Миша, тебе огромное, я тебя обнимаю, друзья, всех обнимаю, школа будущего Homo Futurus школы человечности. До встречи, друзья. До встречи. Спасибо. Спасибо.